Я приветствую вас на канале Rail Club, с вами я, Андрей Полетаев. Не забудьте поддержать проект Дневники подписочкой и лайком. Всем приятного просмотра, поехали! Так уж вышло, что второй выпуск проекта Дневники тоже посвящен узкоколейным железным дорогам. Только в этот раз не латвийским, а литовским. И тоже сегодня мы приехали на праздник, а именно на день рождения Литовской узкоколейной железной дороги. А то есть Аукштайдской узкоколейной железной дороги. 23 сентября 2023 года. Тепловоз красного цвета Ту-2-150 из Паневежиса привез гостей в литовскую деревеньку Сурдегис на празднование 124-летия Аукштайдской узкоколейной железной дороги. Латвийцы называют свою узкоколейку Банитис, а литовцы называют Сиаурукас. Кстати, у Сиаурукаса постоянно происходят какие-то фесты и мероприятия. Все это очень интересно, ведь посвящено узкоколейной железной дороге. Ссылку на их официальный сайт вы найдете в описании. Сегодня эти ребята подготовились очень основательно. Организовали целую программу, угощения, музыканты приехали, гостей встречает большой человек, выпускающий мыльные пузыри, ведущая в интересных костюмах. И все это для вас, ребята. Для того, чтобы провести этот день прекрасно. В составе этого поезда, на котором приехало ну очень много гостей из Паневежеса, имеется два типа вагонов. Это два вагона Пафаваг первого класса и семь вагонов ПВ-40 второго класса. Отличаются они тем, что в Пафавагах мягкие сидения и столики, а в ПВ-40 сидения немножко потверже и нет столиков. А еще в составе поезда имеется вот такой вот интересный вагон, похожий на рев. Из него исходят звуки мотора, поэтому я предположил, что в нем находится генератор для обеспечения поезда электроэнергией. Красный тепловоз Ту-2 выглядит очень красиво и аккуратно. И поэтому я не удивлен, что сегодня нашлось так много желающих его рассмотреть, сфотографировать, потрогать. Ведь такую технику увидишь не каждый день. Также сегодня приехали наши друзья-энтузиасты из эстонского узкоколейного железнодорожного музея Лавасара. Они настолько крутые, что собрали целый автобус. Надпись на тепловозе АСГ расшифровывается как И переводится с литовского на русский как Сейчас тепловоз Ту-2-150 меняет направление движения и перецепляется к поезду с другой стороны, для того, чтобы после окончания праздника отвезти гостей обратно в Паневежис. А гости тем временем занимают место за столами. Пока Ту-2 маневрирует, я немного расскажу вам об этом тепловозе. Как нам уже известно, Ту-2 это тепловоз узкоколейный тип 2. Оттуда и такое название Ту-2. Это четырехосный серийный грузопассажирский тепловоз с электрической передачей постоянного тока для магистральной работы на железных дорогах колеи 750 миллиметров. Строилась машина на Калужском машиностроительном заводе с 1955 по 1958 годы. Всего был построен 281 тепловоз. На данном тепловозе в основном используется дизельный двигатель 1D12 мощностью 195 киловатт. Конструкционная скорость машины составляет 50 километров в час. Период эксплуатации считается с 1956 года и, как вы видите, по наше время. Из всей Ауштайской узкоколейной железной дороги действующим остался отрезок Паневежес-Аникщай-Рубикай. И как раз в Аникщайе находится музей узкоколейки. В музее представлен современный исторический подвижной состав, в том числе паровоз КЧ-4-107, который был доставлен в Аникщай в 2002 году. Также сохранилось здание станции Аникщай, водонапорная башня и стальной мост через реку Швинтойи. Если вдруг вы надумаете ехать в музей узкоколейки Аникщай, то я вам советую посетить также природную тропу, которая располагается прямо над верхушками деревьев. С нее открывается очень красивый вид. Эта природная тропа тоже находится в Аникщайе. В будущем мы обязательно съездим в Аникщай и снимем про это выпуск, и также погуляем по этой красивой природной тропе. О, смотрите, еще один состав. А этот малыш уже приехал как раз таки из Аникщая. Интересно, они придумали, не правда ли? Два поезда поехали друг к другу навстречу и встретились примерно на полпути от Поневежеса к Аникщаю на станции Сурдегис, где мы сегодня как раз таки с вами и находимся. Этот поезд сюда привез зелененький тепловоз ТУ-2-131. Видите шляпу на передней части тепловоза? Она там не просто так. И как вы уже, наверное, успели заметить, многие сегодняшние гости, пришедшие праздновать 124-летие Сеаурукаса, тоже в разных интересных шляпах и головных уборах. Как всегда, все просто. В честь праздника решили придумать конкурс шляп. То есть человек, шляпа которого победит, получит приз. Празднование уже идет полным ходом. Музыканты играют веселую музыку. Эти ребята реально умеют праздновать. Они мне очень нравятся. Все вокруг прямо охвачено праздничной атмосферой. Теперь давайте заглянем внутрь вагонов и посмотрим, что же там внутри. Гости веселятся вовсю, водят хороводы в виде паровозика. Вернемся к вагону. Строгая обивка салона в светлых тонах. Деревянные сидения, на которых сложно усидеть долгое время в одной позе. Красивые старые лампы, между которыми встречается вентиляция. И даже стоп-кран есть. Как мы видим, команда Сеаурукаса очень аккуратная. Они позаботились о пассажирах, разместив на входах вагона дезинфекторы для рук. По краям сидений находятся рукоятки для того, чтобы пассажиры могли держаться. Потому что при движении по узкоколейке обычно очень сильно трясет. А на окнах аккуратные светло-коричневые занавески. А дальше в составе идут пафоваги. В них мы тоже обязательно зайдем и посмотрим. Ведь пафоваг считается комфортным вагоном. А эти пафоваги первого класса. Здесь у нас барная стойка, мягкие сидения, столики, на которых расположены красивые лампы, аккуратные занавесочки на окнах, красивая обивка салона и также красивые лампы и вентиляция. И, конечно же, небольшой туалет. Внешние вагоны немного подустали, ведь они уже не новые. Видны следы эксплуатации, но все равно за ними ухаживают должным образом и их ремонтируют. А теперь заглянем в салон тепловоза Ту-2. Коричневая обивка стен, рукоятки, всякие тумблеры, регуляторы. Все очень классно и интересно. Во дворе станции Сурдегис растут яблони. Пока усталый путник ждет своего поезда, он может насладиться вкусным яблочком. Раз уж сегодня мы находимся на станции Сурдегис, поговорим немного об этом месте. Сурдегис – это местечко в Аникчайском районе Утенского уезда на северо-востоке Литвы. Находится он в 38 километрах от Паневежиса. Из достопримечательностей в Сурдегисе расположен старейший в Европе православный Сурдегиска Свято-Духов монастырь. На удивление, часть монастыря занимает католический приход. Железнодорожная станция Сурдегис была открыта в 1901 году, а между 1922 и 1928 годами в здании станции находилось первое почтовое отделение Сурдегиса. И только позже оно было перенесено в саму деревню. Здание было очень хорошо отреставрировано и оставлен почти оригинальный его вид. А это очень похоже на окошко билетной кассы. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, что находилось во всех этих помещениях здание станции. Как я обожаю эти старинные печи. Они создают такую визуальную атмосферу уюта. Выглядят очень приятно. Сурдегис – это совсем небольшая деревенька, и население здесь около 200 человек. Из известных личностей в Сурдегисе когда-то проживал Альгемантас Масюлис. Это советский и литовский актер театра и кино. Очень интересно, что ступеньки, окна, двери, светильники и даже выключатели для света имеют практически свой оригинальный вид. Я посмел предположить, что на втором этаже здания вокзала были расположены помещения для отдыха или временного проживания персонала станции. Комплекс станционных зданий является объектом культурного наследия. Ему принадлежит главное здание вокзала, склад для товаров, дом дворника, хозяйственная постройка и, конечно же, уличный туалет. Пока я тут занимаюсь съемкой, а тем самым сохранением исторического наследия, друзья Сеорукаса вовсю гуляют. Правильно, день рождения Аугштайской колейной железной дороги нужно отпраздновать как следует, ведь именно она способствовала развитию многих городков, которые находятся рядом с ней, а также и в деревне Сурдегис. Кстати, еще АСГ предоставляет интересную возможность покататься на узкоколенном поезде от Аникшая до озера Рубикай. В 11.00 поезд отправляется железнодорожной станции Аникшай и в 11.50 приходит в Рубикай. Там у гостей есть свободное время на озере Рубикай и возможность прокатиться на лодках и насладиться белым песком. В 13.50 поезд отправляется со станции Рубикай и в 14.40 прибывает обратно в Аникшай. А теперь пришло время поговорить о истории Аугштайской узкоколейной железной дороги. Работу по сооружению узкоколейной железной дороги Паневеж, ныне Паневежес, Поставы были начаты первым обществом подъездных путей России в 1894 году. 11.00 ноября 1895 года сдан в эксплуатацию участок протяженностью 71 километр от расположенной на Петербургско-Варшавской железной дороге станции Новая Свинтьяна, ныне Швинчонилей, до станции Поставы. А в 1898 году проложен рельсовый путь от Новых Свинтьян до Паневежа протяженностью 145 километров. Линия Паневеж-Поставы была первой в Российской империи, на которой применялась колея шириной 750 миллиметров. Регулярное движение поездов по ней было открыто 28 сентября 1899 года. В Паневеже и Новых Свинтьянах были открыты паровозные депо на 2 и 12 стоил. В подвижном составе дороги насчитывалось 15 паровозов, 112 товарных, 58 пассажирских и 6 почтовых вагонов. В 1903 году дорога перевезла 65 тысяч тонн грузов и более 40,6 тысяч пассажиров. В 1916 году участок Лын-Тупы Поставы был перешит на колею 1435 миллиметров, то есть на европейскую стандартную железнодорожную колею. Сейчас я предлагаю немного прервать рассказ о истории и послушать поздравления представителя эстонского музея в Лавасаре. Поздравление будет на английском языке, так как им проще так между собой общаться. Думаю, в наше время с английским ни у кого особых проблем возникнуть не должно. Если я вспомнил из какого страны? Эстония! Да, Эстония! И я вижу, что у вас сегодняшний день мы получили очень хорошую 124-й родственнику. Я попробую переводить для них. Исааки, я использую «С» от Лабайфаенус. Вежоджи, от вики, матом, что у вас есть очень хорошая 124-й родственнику. Вежоджи, от вики, от вики, от вики, на Рейвове, мы бы хотели благодарить Литвиевские партнеры. И мы также приветствуем на 124-й родственнику. Вы тоже вы получили? Да, да. О, окей. Итак, окей, от вики, уважаемый ответа, как я себя. Да? и и и и и и я и и и и и и и мы Мы пытались только для вас, только для гостей из других стран. Я говорю, что мы будем делать делюсу, чтобы мы будем делать это. Я каулю! Пожалуйста, приезжайте в любом времени в сутки, в сутки. Эти праздники, фесты будут. Так что мы будем ждать вас. Спасибо, и вы все готовы к Эстонии Нарвегейшему музею. И приезжаем в парне, Эстонии, и мы тоже поздравляем Аукштадскую узкоколейную железную дорогу. С днем рождения, Сиаурукас! А теперь продолжим о истории. В межвоенные годы линия Паневежес-Лынтупы стала одной из частей огромной паневежской сети узкоколеек. Так, в 1937-38 годах от Паневежеса была проложена ветка длиной 36 км к Юнишкелесу, от которого, в свою очередь, отходили узкоколейки к станциям Губерняй и Юнишкес на линии Рига-Шауляй, а также к станции Биржай через Пасвалис. Эти линии были построены еще в 1916 году немецкой армией и имели колью 600 мм. К 1938 году перешиты на колью 750 мм. Аугштайская железная дорога играла важную роль в транспортировке древесины, кварцевого песка, льна, сахарной свеклы, зерна. Существовали также и пассажирские перевозки. К 1960 годам взамен паровозов стали поступать тепловозы Ту-2. Началось постепенное сокращение протяженности сети узкоколеек. Закрытию подверглись линии Юнишкес-Жеймялис в 1961 году, Швенчуни-Ляй, Лынтупы, 1967 год. В 1979 году Юнишкелес-Жеймялис. Сохранялось движение грузопассажирских поездов Паневежес-Утена и Паневежес-Биржай. Линия Паневежес-Швенчуни-Ляй к 1983 году превратилась в тупиковую ветку длиной 68,4 км, заканчивающуюся на станции Рубикай. Это произошло вследствие демонтажа участка Рубикай-Утена и перешивки на широкую колею участка Утена-Швенчуни-Ляй. До начала 1990-х годов дорога характеризовалась достаточно интенсивными грузовыми перевозками. По воспоминаниям бывшего начальника станции Аникчай Йонаса Беляускаса, станция работала круглосуточно. Через нее в отдельные дни проходило до 120 вагонов. Согласно служебному расписанию пригородных поездов Шауляйского отделения при Балтийской железной дороге, в 1989 году по маршруту Паневежес-Аникчай в выходные дни курсировала одна пара грузопассажирских поездов. Расстояние между конечными пунктами поезд преодолевал за 2 часа 15 минут. Другая часть дороги Аникчай-Рубикай протяженностью 12 км с августа 1988 года и до 1992 года использовалась в качестве детской железной дороги. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. В 1996 году были окончательно закрыты узкоколейные дороги к северу от Паневежеса, а также приказом министра культуры Аукштайский узкоколейный железнодорожный комплекс был внесен в список строительных комплексов и ансамбли регистра недвижимых культурных ценностей Литовской Республики и получил статус объекта культурного наследия. Став охраняемого в государственном комплексе входят линии Паневежес-Биржай, Паневежес-Рубикай, Юнишкелес-Линкува, участки узкоколейной железной дороги общей протяженностью 179 км, а также железнодорожные станции, производственные здания и искусственные сооружения. Молодцы, если хватило терпения просмотреть весь ролик. А это автобус эстонских энтузиастов, и у них под лобовым стеклом вот такая вот, судя по всему, самодельная модель дизель-поезда DR1A в окрасе эстонских железных дорог. Огромное спасибо вам за вашу поддержку, за просмотры. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч. Пока!